За смиренного и сокрушенного духом и натрепещущего пред словом моим. Вот я только на один упор делаю. Что такое трепещущее слово? Сегодняшняя проповедь, явно златоуста была, на Успение Божией Матери читали. И вот, ну я попросил сегодня, в час дня у нас будет здесь занятие. Народ соберется в деревне и побеседовать. Что такое трепещущее слово его, перед словом его? Как это важно? Где мы можем знать, это не знать? 66-2. Вот смотри, что я теперь беру, и вот оно дальше пошло. Где? Как смягчилось сердце твое, ты смирился перед Богом. Второе, по имену 34-27. Услышав слова его о мести семи жителей его, а ты смирился передо мной и разодрал одежды свои, и плакал передо мной, то и я услышал тебя, говорит Господь. Он воскрепетал перед словом, и Господь услышал, и дальше что было? Вот предложил. Четвертое царство. То же самое говорится. Четвертое царство. Вот какие-то. Вот который трепетал перед словом, это стражник, апостол Павел, говорит, Яния, 16 глава, вывел их, и говорит, что мне делать, чтобы спастись? Он услышал слово Господне, а Павел говорит, встань, крестись, я мой. Он трепет и ужасно сказал, Господь, а что ты повелишь делать? Перед этим трепетал Павел, перед словами я тебе трепетал Колосину. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вот. И дальше языки Илья, 9-4-6. Господь говорит, бейте жен, бейте младенцев до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак и вечного, от святилища моего. И начните от святилища моего. И начали они с тех старейших, которые были перед домом. Вот, завет Бога. Видите, сколько мест, которые говорят, когда люди слышат слово Божие, смиряются, Бог их милует, трепещет, это Бог сказал. А сегодня не пещет. Сатана говорит, что и верует, и трепещет. А сегодня люди и не верят, и не трепещут, то есть хуже демонов. И бесы веруют, и трепещут. Слышал такое? Бесы веруют. Почему? Они видели Бога во славе, а они не рождаются заново. Возраст их нам неизвестен, может, миллионы лет. Вот так. И вот так, говорит, высокий, превознешенный, вечно живущий. Так Господь говорит. 57-15. Вот, 61-1. Исайя. Высусти слово Господне. Даша Иеремия. Ну и, короче, тут. И в Новом Завете много. Блаженно нищие духом. И дальше много-много из псалма берется. Жертву Богу дух сокрушенный. Вот попробуй, придешь домой и пройди по этому. А где еще не доберешь, я доберу. Почему? Трепетать перед Словом Божиим нужно всегда. Допустим, мы разговариваем с баптистами. А что ему говорить? Да ему рот заткнуть хайлотом. Кого он баптист Библию берет? Так никогда не рассуждал. Он баптист. Он лучше нас. Он чище нас живет. Ты вот это признай. Он держит Слово Божие и знает его. В чем он не прав, ты ему отдельно теперь уже и скажи. Но в данном случае он считает Слово Божие, и ты замри. Он, его только гортань говорит, язык. А говорит это Господь Бог. Как ты можешь против-то говорить-то? Поэтому кто начинает цитировать Слово Божие, сразу остановись на полсловия и внимательно послушай. Так говорит Господь. Я трепещу перед Словом. А что ты за мной долго молчал, сектанта не ответил? Я говорю, так он читал Библию. Ну и что? Тогда вообще не о чем беседовать. Он не просто читал Библию. Он мне глаголы Всевышнего изрекал. Я знаю их наизусть, но в его толковании я не слышал. Он с Коуфилда взял за основу. Ну пожалуйста, кое-что из Гецы взял. Места-то правильные. Но я почему должен перебивать его? Так говорит Господь. Не Баптист, не Адвентист седьмого дня. Так говорит Господь. Адвентист только считает. Мы не правы, когда не соблюдаем вот эту дистанцию между человеческим и божественным. А она не соизмерила. Мое слово не ваше слово. И мои мысли не ваши мысли. Но как небо от земли, так мысли мои от мыслей ваши. Ну посмотришь? У нас время-то не очень много осталось. Полтора часа. Почти полтора. Так, вопросов нет? Нет. С Богом. И не позанимайся. А потом придешь и на бумажке все эти места выпиши. А то я сейчас голубей не кормил. Пойду голубей покормлю. А то я сейчас...